Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы с вами поговорим о такой важной составляющей филактических мероприятий, проводимых в первичном зоне здравоохранения, как мотивационное консультирование. В нашей сегодняшней лекции это звучит именно как мотивационное консультирование, но мы все понимаем, что речь идет о углубленном профилактическом консультировании, проводимом в отделениях кабинетов профилактики специалистами этих подразделений. История мотивационного консультирования не такая уж и древняя. Впервые она описана в 70-х годах. двумя психологами, которые имели опыт в лечении именно от алкоголизма. Наверное, с этого-то все и началось. И мотивационное консультирование – это не только доходчивое, понятное объяснение, но и попытка повлиять на пациента, мотивировать его к изменению, оздоровлению поведения. То есть это не, как следует из определения, это действительно создать цель мотивационного консультирования, беседы, эта цель создать у человека заинтересованность к каким-то изменениям своих поведенческих реакций. Когда может применяться мотивационное консультирование? Ну, мы разберем три случая. Это изменение образа жизни, изменение лечения от зависимости, низкая приверженность к лечению. Это то, что применяется именно в нашей области. В принципе, мотивационное консультирование, любые тренинги по успешности – это тоже мотивационное консультирование. Поэтому, в принципе, есть много прекрасных образцов и опытов в таком мотивационном консультировании. В принципе, и в сети очень много. В некоторых тренингах можно поучаствовать для того, чтобы понять, как работает, как необходимо работать специалисту для достижения целей мотивационного консультирования. Почему мы стали говорить именно о мотивационном консультировании? И как-то вот стали сбываться, что старая наша добрая тема – это беседы с пациентом, консультирование там во время приема. Но, действительно, мы стали отмечать, что не работают старые подходы, не совсем эффективно, не удается достигать нужных результатов. И причины, вы видите, они все на экране. Это назидательный совет вызывает к мунице-пределение со стороны пациента всегда. При этом совет, естественно, должен соответствовать мотивации пациента. То есть, если пациент, извините, не готов отказаться от курения, фактически забежал к доктору между перекурами, говорить ему о том, что курить вредно, каратенечко так и, скажем, неубедительно. Пациент найдет 10 доводов для того, чтобы сказать, что многие великие люди это делали. Да, я вот тоже такой великий. Поэтому вот это вот и есть несоответствие совета и мотивации пациента. То есть, я не хочу. В таких случаях пациента надо готовить. Но, опять же, знания пациента плохо коррелируют с поведением. То есть, информируясь пациента о том, что не надо есть много жирного, совершенно не означает, что он не будет этого делать. Да, и мотивация пациентов может значительно различаться. То есть, именно вот эти причины, которые мы не всегда учитываем в обычных беседах, кратких, и являются причиной неудачности обычного консультирования. Что касается доказательной базы этого подхода. Да, ну, в общем-то, есть действительно большое количество метаанализов. Вот результаты 19 различных рандомизированных клинических исследований, показывают, что мотивационное консультирование более эффективно, чем обычные советы в лечении широко в руках поведенческих факторов риска. Собственно говоря, мотивационное, что же такое мотивационное консультирование, как его провести, и основная задача мотивационного консультирования, как мы уже на самом деле говорили, это подвести пациента к тому, чтобы он сам сформулировал и проговорил решение его собственной проблемы. То есть, сформулировать у пациента понимание того, что ему нужно, что у него есть проблема, то есть, принять. Пациент должен принять проблему, да, и, в общем-то, должен с вашим участием, с участием специалиста отделения или кабинета медицинской профилактики или любого другого медицинского специалиста, да, принять правильное решение. То есть, как же проводить мотивационное консультирование? Всегда следует начинать с открытых вопросов, для того, чтобы пациент мог включиться в беседу. Необходимо, естественно, слышать пациента и обсуждать то, что говорит сам пациент. С учетом того, что озвучивает в беседе наш пациент, необходимо, конечно, резюмировать всю информацию, полученную от пациента, в том ключе, в котором, конечно, нужно, и в том ключе, в котором проводится это консультирование. И, естественно, надо в процессе консультирования вызывать пациента на самомотивирующие утверждения. То есть, чтобы у пациента сформировался интерес и он сам находил для себя какую-то мотивацию. Что это может быть? Мы, опять же, знаем, в жизни есть много различных примеров, но, опять же, ситуации бывают разные. Какие-то пациенты реагируют на, скажем так, какие-то семейные ценности. Мужчины иногда очень реагируют на то, что, да, там, как же ж. У вас же, допустим, там есть дети, что вы, значит, хотите там оставить своим детям, готовы ли вы, значит, их. Нужно ли вам их поддерживать в какой-то период становления. Естественно, многие говорят, да, конечно, я готов. Это тоже один из моментов, который иногда следует применять. На самом деле, искать мотивацию пациента. То есть, то, что мотивирует его самого. Примеры, опять же, мы очень часто видим и в рекламных каких-то роликах, рекламных плакатах. Это вот такие мотивационные моменты. И пациенту, конечно, в процессе мотивационного консультирования, там надо предлагать, ну, такой набор вариантов, различные варианты решений. Вот. А, скажем так, не единственный правильный метод, который вы считаете. Потому что, ну, люди разные, подходы разные. Опять же, мотивация может быть разная. Поэтому, естественно, несколько решений, из которых пациент мог бы выбрать наиболее подходящее для его личной ситуации. Ну, и опять же, как строить мотивационные консультирования? Да, естественно, конечно, специалист выдает пациенту информацию, пациент ее интерпретирует по-своему. Вот. И, естественно, конечно, надо все-таки в процессе консультирования, конечно, надо следить за тем, чтобы эта интерпретация была верной. Что необходимо избегать при проведении мотивационного консультирования? Ну, естественно, первым пунктом, да, это такое сухое общение по модели вопрос-ответ. Что-то пациент спрашивает, ему что-то отвечает. Пациент может ничего не спрашивать. Или его могут интересовать какие-то совершенно отвлеченные темы. Вот. Поэтому не всегда по такому принципу... Не стоит по такому принципу выстраивать общение. Да, все-таки надо, как в известном фильме «Место встречи» изменить нельзя, да, проявлять к пациенту истинный интерес. Он это оценит всегда. И пойдет с вами на контакт. Поэтому вопрос, да, опять же, выстраивание общения по типу вопроса редко приводит к положительным результатам. Ну, следующее, собственно говоря, вытекает с предыдущего, да, это вот сопротивление позиции пациента, да, отрицание его позиции без попытки какого-то анализа, попытки принять, понять его ситуацию, да, и из этой ситуации уже выстраивать, предлагать, с учетом этой ситуации, информации пациента, да, выстраивать какие-то предложения, варианты, решения проблем пациента. Опять же, одно из проблем – это наша такая экспертная позиция врачей, да, вот мы все хорошо знаем, да, пациент ничего не знает, вот вы тут посидите, послушайте, я вам расскажу. Такая патерналистская позиция, в принципе, ну, она давлеет над большинством наших специалистов, да и, в общем-то, достаточно известные люди очень часто этим грешат, да, поэтому, на самом деле, вот этот момент надо избегать, это то, что вызывает у пациента, ну, такое неприятие. Ну, как, опять же, вспоминая известные отечественные фильмы, да, в то время, когда космические корабли браздят просторы Большого театра, это вот та самая ситуация, когда один специалист, эксперт читает лекцию, да, другой закрылся, ушел в себя, ну, и губни что-то, да, сейчас побубнишь пять минут, дальше я пойду дальше заниматься своими делами, в общем-то, как бы твоя информация, она, в общем-то, не нужна мне. Поэтому, вот это те проблемы, которые вызывают такая позиция. Но, опять же, навешивание ярлыков, это, в общем-то, можно даже не обсуждать, потому что, опять же, это сама методика, подход к пациенту с позиции, опять же, такого, ну, превосходства, да, и унижение пациента в процессе общения, профилактической беседы, да, естественно, это вызывает неприятие, потому что, опять же, мы говорим о том, что, если пациент обозначен, что, там, ну, не знаю, он безнадежно, скажем так, разжирел, или, там, скажем, закончен алкоголик, вы на себя посмотрите, это людей оскорбляет, да, даже и законченные алкоголики, все-таки, они себя воспринимают немножко по-другому, да, и очень часто реагируют на эти слова, поэтому, вот, это то, что, опять же, не позволяет выстроить эффективную беседу с пациентом, да, и не позволяет подвести его к нужным выводам. Ну, и, опять же, да, тоже одна из проблем, призывание на проблеме, это, когда, как говорится, времени мало, а с места в карьер, да, поэтому, значит, вот, у пациента еще нет мотивации, не сформирована мотивация к изменению образа жизни, да, а мы начинаем ему сразу предлагать, собственно говоря, рецепт, и как, собственно говоря, это все добиваться, да, то есть, пациент еще не осознал свою проблему, да, потому как, ну, что, ну, есть у меня лишний, там, 10-15 килограмм веса, собственно говоря, для взрослого мужчины, да, там, высокого, ну, что там, вес порядка 100, там, 105 килограмм, разве это проблема? Нет, это не проблема. Наоборот, как это, фактурный мужчина, почему бы и нет, вот, нет этого, а ему говорят, да, вот у вас ожирение, ну, и идите вы со своим ожирением вместе, да, ну, а дальше, вы понимаете, опять же, разговор не получается, вот, этот наш пациент взрослый мужчина, взрослый, с лишним весом, через 10-15 лет приходит к гипертонической болезни, а дальше мы все прекрасно понимаем, что, да, дальше уже нам приходится его лечить более серьезно, да, и мотивационное консультирование, скажем так, в эти моменты уже может быть полезно только в плане формирования комплайнса к лечению, да, опять же, вот, когда мы применяем наши мотивационные консультирования, на самом деле, мотивационные консультирования применимы во всех областях нашей профессии, но, естественно, конечно, при общении с пациентом необходимо избегать обвинений, ну, так, примерный алгоритм профилактического консультирования, да, естественно, первый шаг, это, ну, все-таки, установление контакта с пациентом, обсуждение проблемы, да, второй шаг, да, поиск доводов за и доводов против к изменению какого-то, к изменению образа жизни, да, третий шаг – информирование и обратная связь, выявление, сообщение, выявление, то есть, опять же, обсудив, установив с пациентом контакт, определив ключевые доводы за или против, да, дальше, собственно говоря, информирован пациента, да, о том, как и что потребуется делать, собственно говоря, для чего, с какой целью, какие результаты ожидаемы, и четвертый шаг, собственно говоря, когда пациент уже, скажем так, втянулся, да, осознал доводы, да, вроде проинформирован о том, что ему придется делать, что ждать, какие, может быть, тяготы и лишения ждут его на этом пути для достижения поставленной, как бы, цели, да, ну, чтобы мы оцениваем уже готовность пациента к изменениям, но, опять же, возвращаясь к вопросу, это очень хорошо можно увидеть при консультировании пациентов по отказу, там, от табакокурения, да, то есть, когда пациенту, или как объяснили весь вред, да, тот момент оценки готовности к изменениям мы не всегда, мы иногда его упускаем, вот, если у пациента еще не сформирована готовность к изменениям, да, то предлагать ему какие-то действия, да, и тем более какие-то радикальные действия, да, там, не всегда оправданно, да, то есть, пациент еще не сформирована мотивацией, мы ему говорим, ну, давайте, вы завтрашнее время не будете курить, ну, да, конечно, головой покивают, ну, в общем, выдатые, продолжат, собственно говоря, морально разлагаться, и вот пятый шаг как раз, это вот действие, действие, формирование действия пациента, да, в зависимости от уровня его мотивации, да, и готовности и уверенности в изменениях, в достижимости этих изменений, то есть, когда пациент не верит в то, что ему, в то, что он может достичь какого-то определенного результата, скорее всего, здесь могут быть, ну, это более проблематично, скажем так, в достижении результата, если пациент сам в это не верит. Ну, и основные изменения мотивационного консультирования, собственно говоря, это мы все привыкли к модным запахам, аббревиатурам, они очень часто используются, но, скажем так говоря, по-русски, да, вот они, основные изменения. Открытые вопросы, поддерживающие утверждения, активное или рефлексированное, рефлексированное слушание, да, и обобщение. На самом деле, беседой должен отправлять врач. На самом деле, в беседе участвуют двое, это, опять же, возвращаясь к основам мотивационного консультирования, да, мы все должны понимать, что в беседе участвуют двое, да, иногда и больше, да, когда это касается групповых консультирований. Схема та же, да, и работает все примерно так же, да, и в групповом консультировании, как и в индивидуальном, да, но в беседе участвуют две страны. Это не лекция, как у нас сегодня с вами, да, потому что я, скажем так, вас сейчас и не вижу, и не слышу, вот, и не могу ответить на ваши вопросы, выслушать ваши доводы, да, поэтому вам приходится воспринимать информацию от меня вот с такой вот, сухой позиции. Вот, но, собственно говоря, выстраивание беседы – это большой, очень полезный навык, который может применяться, ну, во всех властях жизни. Что такое открытые вопросы? Открытые вопросы – это те вопросы, которые побуждают человека подумать перед тем, как ответить, и побуждают его дать развернутый ответ, а не сухой, да или нет. Позволяет человеку говорить о проблемах со своей собственной точки зрения. То есть, опять же, это один из способов вызвать человека на разговор, потому что, опять же, как мы все знаем, чем четче мы формируем вопрос, тем, слушая и короче, мы получаем ответ. При проведении анкетирования, да, это и опроса – это оправдано. При проведении мотивационного консультирования, как раз наоборот, здесь действительно вопросы должны быть открыты, да, с тем, чтобы дать возможность человеку самому рассказать, да, о своих проблемах, о каких-то опасениях, да, и, в принципе, лучше его понять. Ну, примеры открытых вопросов, давайте разберем. Вот один из таких избитых, излюбленных штампов, да, о чем бы вы хотели поговорить в первую очередь? Да, то есть, как бы, у вас проблема, давайте об этом поговорим. Опять же, другой пример – это, какие вы видите положительные стороны в изменении, да, предлагаемые изменения. То есть, это, такой вопрос, естественно, позволяет понять, что пациент, вообще, в принципе, в положительные стороны какие-то видит ли, да, опять же, становится понятным, как человеку можно дальше работать. Ну, и опять же, да, что для вас наиболее важно в этом изменении, да, то есть, ну, там, не знаю, что для пациента важно в отказе от курения, что для пациента важно в снижении уровня артериального давления, да, снижение, что для пациента важно в снижении индекса массы тела, да, если что, чтобы похудеть, да, собственно говоря, что для пациента важно, как результат лечения. Вот эти моменты, да, и пациент вам расскажет, и появляется возможность его услышать, да, понять его проблемы. Опять же, вот это примеры, были примеры открытых вопросов. Поддерживающие это утверждение или заявление, которое используется как признание сильных сторон людей, успехов и усилий, их усилий для изменения. Они помогают повысить уверенность людей в их способности к изменению. То есть, дальше мы разберем эти примеры поддерживающих утверждений, да, опять же, три варианта, да, вы продемонстрировали, дальше можно вставлять необходимую черту пациента, да, силу, решительность, здравый смысл, делая что-то, да, там, делая это, да, там, вы продемонстрировали удивительную упорность, да, в своей попытке, там, бросить курить. Вне зависимости от того, насколько она была эффективна, да, но для пациента, который, там, условно говоря, там, курил, там, две-три пачки в день, перейти на, вот, в процессе, значит, борьбы и бросание курить, он стал курить, там, пачку в день, да, понятно, что результат не достигнут в виде отказа от курить на для пациента, это победа, да, и это потребление от него сил, и, естественно, его надо поддержать. Опять же, здесь, вот, опять, следующее подтверждение. Понятно, что вы действительно пытаетесь изменить, да, там, свою привычку, да, там, побороть свою привычку, да, курить, да, опять же, то есть, отмечаем то, что пациент продемонстрировал свои лучшие качества, да, там, решим из равного смысла, да, потом, собственно говоря, подчеркиваю, что он действительно пытается что-то сделать для того, чтобы, надо, оказалось, от курения, снизить вес, там, более, скажем так, повысить комплайентность лечения, да, то есть, периодичность приема, там, лекарственных препаратов, там, более четкой, следуем врачебным консультациям, врачебным назначениям. Это вот, то есть, какие-то шаги, которые пациент предпринимает, да, естественно, надо всегда поддерживать, несмотря на то, что вы, и вот следующее, да, несмотря на то, что вы сорвались, вы обеспокоены своим нездоровым поведением, то есть, опять же, о чем мы говорим, даже если попытка неуспешна, да, даже если не все получается. Никогда, действительно, вот как, не стоит переходить к обвинениям относительно того, что, да, что вот у вас не получилось, вы, значит, человек слабый, вы, вот, как вы так могли, да, мы тут с вами второй месяц бьемся, а вы, значит, вот так вот взяли и все использовали. Да, это, собственно говоря, такой подход закрывает пациента, да, подход же, несмотря на то, что вы сорвались, вы обеспокоены, это, опять же, мотивация, это поддерживающее утверждение, то, что пациента заставляет двигаться дальше, то есть, не позволяет пациенту закрыться, и мы максимально долго пытаемся поддерживать вот эту вот открытость и открытость пациента, по большому счету поддерживать доверие пациента к нам. Что такое рефлексивное слушание, да, рефлексивное слушание, отражающее, это отражающее слушание, это высказывание, которое помогает понять смысл того, что было только что сказано пациентам, и в которых специалист должен проверить, так ли он понял пациента. и побудить пациента развивать свои мысли дальше. То есть, ну, опять же, это модель, очень хорошо работающая, да, как бы в обычной жизни, когда вы хотите, когда вы хотите подробно в чем-то, действительно в чем-то разобраться, да, вы переспрашиваете, так ли вы поняли своего собеседника, что он имел в виду, потому что действительно пациенты не всегда четко формулируют свои мысли, не всегда их просто понять с первого раза, но опять же это подчеркивает ваш интерес к пациенту, да, и пациент начинает чувствовать и понимать, да, что вы действительно все-таки его слушаете, то есть вы не проговариваете какую-то определенную программу, а вы работаете именно с ним. это участие ваше, да. Ну, собственно говоря, примеры рефлексированного слушания. Это вот, ну, о чем мы говорили. Другими словами вы считаете, что, да, и тут вам пациент опять же начинает рассказывать, пояснять свою позицию, да, правильно ли я вас понял, да, это вот, например, да, вы сказали, что вы хотите измениться, и у вас есть опасения по поводу вашего, не знаю, там, проблемного поведения в каких-то там ситуациях, да, вот вы хотите измениться, но у вас есть опасения по поводу того, что вы, там, не знаю, в процессе застолья, там, можете, там, закурить, да, вот такие вот вещи, опять же, пациента вытаскиваем, да, и начинаем обсуждать его опасения, да. У меня такое, опять же, еще один из примеров, у меня такое чувство, что вы сильно меняетесь, и вы не уверены, что можете это сделать из-за трудностей, которые испытывали, когда пытались что-то изменить в прошлом, да, то есть когда, особенно, когда попытка не первая, когда был отрицательный опыт общения с, опять же, с медицинскими специалистами, когда, там, особенно, это характерно для женщин с избыточным весом, да, которые, уж я, там, и не ем ничего, и, там, и не пью ничего, а вес у меня все равно, а я вот и на этой деятельности делаю, и на этой деятельности делаю, и ничего не получается. Вот это вот такие примеры рефлексивного слушания. Ну, и обобщение, собственно говоря, обобщение – это, как бы, смысл всего мотивационного консультирования и, в общем-то, смысл беседы, да, когда вы раскрыли пациента, когда вы узнали о его, скажем так, отношении к проблеме, о его опасениях, да, необходимо подвести какой-то итог, да, то есть, на самом деле, вообще нет, и есть подытоживание основных идей и чувств говорящего, да, то есть, и это воспроизведение в сокращенном виде, кратко формулирование самого главного и подведение итогов, на самом деле, чтобы беседа закончилась нужными для вас, то есть, да, для специалиста, выводами. Даже если, опять же, это вот обобщение, это даже если пациент не всегда, скажем так, или не совсем разделяет вашу позицию, да, но, опять же, вы говорите, ну, как же, вот, значит, из того, что мы услышали, да, мне кажется, да, вы готовы, да, к тому-то, и к тому-то, да, к изменению своего образа, ну, там, жизни, мне, как кажется, каких-то там вредных привычек, то есть, это очень важно, да, проговорить это, обобщить для пациента, потому что беседа может быть достаточно продолжительная или недостаточно продолжительная, но в любом случае у пациента в памяти остаются только какие-то основные моменты. Не забывайте, все-таки, мы медицинские работники, мы специалисты, и многие пациенты действительно к нам так и относятся, и действительно наши слова для пациентов, значит, многое, если в конце беседы мы подвели достаточно четкий итог, да, четко сформулировали главную идею, то, в общем-то, пациент ее и запомнил. Ну, и вот одни примеры обобщения, да, похоже, вы беспокоены тем, что проблемное поведение так негативно отражается на вас, да, ну, и как вы думаете, куда это может привести вас, да, с одной стороны, вот следующий пример, с одной стороны вы чувствуете, что вам нужно бросить курить, но с другой стороны это, вероятно, означает, что вы будете меньше общаться с вашими друзьями, это нелегкий выбор, да, и дальше, как бы, подводим итог, да, но зато, значит, пациент получит то-то и то-то, да, на самом деле, вот это вот, а это все жизненные примеры, да, опять же, вот следующий, похоже, вы начали признавать проблемы из-за избыточного веса, легко понять, почему вы теперь готовы работать с этой проблемой, то есть, вот эти примеры таких обобщений. Здесь, как вы замечаете, да, в принципе, то же самое можно было бы, да, сказать другими словами, с другой окраской, мы часто это слышим от наших коллег, да, а потом удивляемся, почему не работает обычная беседа, да, собственно говоря, и чтобы такого не случалось, да, мы сегодня с вами как раз обсуждаем эту проблему, то есть, насколько важен подход, да, для обобщения. Опять же, доводы за и против, естественно, следует нарисовать матрицу решений с пациентом, когда мы разбираем вот эти доводы за и против, вот, то есть, доводы там сохранения настоящего поведения, да, там изменения, да, доводы за сохранение настоящего поведения и за изменения, да, доводы против сохранения настоящего поведения и доводы за изменения. Это вот очень удобный подход, да, это рисование этой матрицы, когда там достаточно длинный список, и потом, собственно говоря, с пациентом уже анализируется, собственно говоря, сколько за изменения, сколько против. Естественно, понятно, что доводов за обычно бывает больше. Да, как провести оценку готовности пациента к изменениям? Ну, это обычная визуально-аналоговая, опять же, воспринимание визуально-аналоговой шкалы, когда пациент сам, собственно говоря, оценивает свою готовность к изменениям. Вот. Как построить этот момент оценки, как его провести, да, то есть специалист говорит, на шкале там от 0 до 10, где 0 совсем не готов к изменениям, 10 абсолютно готов к изменениям, вам надо, значит, там отметить вашу готовность. Пациент озвучивает цифры, да, там, например, на 7 баллов. И о чем говорится, да, на самом деле оценка готовности к изменениям производится каждый раз, да, потому что когда при первом общении, при последующем, да, вот эта вот готовность к изменениям, она меняется. Да, поэтому, очевидно, да, там, продолжение такого разговора, какой была ваша готовность 6 месяцев назад, пациент говорит, ну, вот там она была готовность 2 балла, да. И дальше вы, опять же, это мотивация пациента, вот. Вот, потому что даже если ничего не изменилось, кроме мотивации, да, и готовности к изменениям, это уже результат, да, то есть если пациент не отказался, там, от курения, там, не отказался, не сократил, там, объем, да, нам калорийно-испотребляемой пищи, но, в принципе, у него изменилась мотивация, да, это тоже очень важно. Да, ну и дальше, как вы перешли от двойки к семерке за 6 месяцев, как вы относитесь к своему, к своему переходу, что, и дальше, что потребуется сделать, чтобы отказаться, оказаться много выше по шкале готовности. Это вот, опять же, разные подходы, там, можно, можно за результат принимать непосредственно достижение цели, да, там, отказ от курения, снижение массы тела, да, там, достижение целевого значения общего холестерина, там, или целевого значения креативного давления, или просто, ну, изменение мотивации пациента, это уже результат. Это тоже очень важный момент, это надо понимать, да, потому как, особенно, когда мы говорим о том, что у нас лица с риском пагубного употребления алкоголя, да, наблюдаются во второй группе здоровья, наблюдаются отделения клиентов профилактики, с ними надо проводить беседы. Это всегда пугает наших специалистов, говорят, ну, а чего же с ними беседовать, с ними должны беседовать специалисты, да, там, наркологи, пусть там в диспансерах с ними и общаются, что мы можем, вот мы можем в рамках своих, в рамках профилактического консультирования изменить мотивацию пациента. Это очень сложно, да, очень непросто. Действительно, конечно, психиатры, психиатры-наркологи, они, конечно, владеют этими техниками лучше нас, ну, вы же понимаете, что основная часть наших пациентов, это пациенты с проблемами лишнего веса, с, собственно говоря, с неконтролируемым, опять же, артериальным давлением, с плохой комплайнностью к лечению, с пациентами курящими, и с ними надо работать, да, и вот это вот мотивация, мотивация наших пациентов, это очень важно, то есть формирование мотивации у пациента. Ну, основные рекомендации по проведению консультирования, да, или речь медицинского работника должна занимать менее 50% времени углубленного профилактического консультирования, то есть не надо, опять же, мы можем об этом говорить, да, что беседу не стоит превращать в монолог, да, не забываем, что все-таки нас двое, а иногда и больше, в принципе, надо дать пациенту поговорить, надо его, собственно говоря, послушать. Поэтому, собственно говоря, убеждением пациентов занимаемся как раз 50% времени. на каждый вопрос должно приходиться не менее двух направлений обсуждения ответа пациента, то есть у пациента всегда должен быть выбор, и выбор, собственно говоря, должен быть достаточно широкий. Более 70% вопросов должны быть открытыми, то есть мы уже обсудили открытые вопросы, да, опять же, вопросы, кроме там полу-возраста, времени, злоупотребления, да, вот это закрытые вопросы, но все остальное открытые вопросы, то есть кроме сбора чисто профессиональной, там, не знаю, бумажной информации, все остальное это открытые вопросы. Ну, опять же, при консультировании следует продерживаться проведенной ниже модели, это спросить пациента, что он знает или думает о проблеме, высказать свое видение о этой проблеме, и спросить, как ваше видение соотносится с ситуацией самого пациента, да, потому что действительно не всегда ваше видение может совпадать с теми условиями, да, в которых живет пациент, и может быть не всегда ваше видение реализуемо, поэтому надо все-таки выслушать опять же пациента, и если ваше видение плохо соотносится с ситуацией пациента, тогда необходимо, естественно, предложить ему другой вариант решения. Ну, и опять же, поиск наиболее оптимального инструмента для выявления самых активных способов мотивационного интервьюирования. Есть различные подходы, вот, последовательное кодирование, высказывание пациента и врача, есть глобальный рейтинг мотивационных интервьюеров, мотивационный кодекс наук интервьюера, изменяет поведение врача и клиента в 7-бальной шкале. Ну, это вот, есть разные подходы, но, в принципе, для себя можно выбрать наиболее оптимальный. Принципы эффективной коммуникации для улучшения приверженности модификации образа жизни. Вот, собственно, на слайде, собственно, все и отражено, да, вот потратите чуть больше времени на то, чтобы установить с пациентом терапевтическое взаимодействие. Ну, мы опять же об этом говорили, да, то есть, будьте, интересуйтесь пациентом, да, и люди к вам потянутся. Узнаете собственный взгляд пациента на свои проблемы или его заболевания, то есть, чтобы понять, что же все-таки пациент сам-то думает. С одной стороны, вроде, может быть, с вашей точки зрения заболевание-то плевое, и, в принципе, внимания мест не заслуживает. И проблемой-то, в общем, проблемой не является. Но для пациента это очень важная проблема, и это его тревожит. Ну, и, собственно говоря, исходя из этого, надо уже предлагать решение. Не стоит, и действительно, если это видение проблемы или заболевания для пациента, оно очень весомо, да, но при этом, и вы видите, насколько тяжело он к этому относится, как он тяжело переживает, не стоит пациенту говорить сразу, да, ну, как, ну, что, ну, это ерунда, как бы, и вообще это не проблема, сейчас мы это решим за пять минут. Не всегда удается решить за пять минут, да, но всегда пациент запомнит, что вы недостаточно внимательны от мистического проблемы и не до конца его поняли. Но опять же, позвольте пациенту выразить свои тревоги, сомнения и мотивацию для успешного изменения в подожитии. То есть, опять же, мы говорили, беседа живая, слушаем пациента, даем ему выговориться, но беседой управляем. Говорить с пациентом доступно и поддерживайте любое улучшение образа жизни. Да, бывает, что наши пациенты не всегда нас понимают, когда мы говорим вроде как привычными нам штампами. Но мы не забываем, что наши пациенты не имеют медицинского образования. Да, какие-то вещи надо объяснять пациенту в прямом смысле на пальцах. Иногда пациенты предлагают какие-то такие неожиданные подходы для улучшения своего образа жизни. А я от этого совсем откажусь. С точки зрения нашей, с точки зрения врача, вроде как не всегда логично. Но, может быть, даже и считается, что избыточно. Но если вы слышите, что пациент на это готов, стоит согласиться и поддержать пациента в таком плане изменения образа жизни. Необходимо уточнять, понял ли пациент, что именно ему нужно изменить. Это очень важный момент. Потому что, опять же, насколько правильно вас понял пациент. Потому что, когда мы говорим о том, что у пациента не достигаются целевые уровни артериального давления. Потому что он плохо принимает таблетки. И мы его мотивируем к тому, чтобы он был более внимателен. И когда мы интересуемся, понял ли наш пациент, что ему нужно. Да, мне нужно регулярно пить таблетки. С одной стороны, да. Но, на самом деле, для пациента более важно, что ему нужно изменить, ему нужно достичь определенных, получить определенный результат. Да, и, собственно говоря, и для этого ему нужно изменить свое отношение к приему лекарств. Помните, что постепенно изменение образа жизни более реальное, чем резкое. Ну, здесь подходы могут разниться. Ну, это относительно курения очень часто. Но, в любом случае, да, конечно, пациентам легче воспринимается постепенное отрубание хвоста, чем одноразовое. Потому что мы так устроены. И так устроены наши пациенты. Поэтому, естественно, когда мы планируем углубленное профилактическое консультирование, опять же, в рамках действующих порядков, углубленное консультирование может проводиться неоднократно, да, опять же, можно приглашать пациентов для проведения углубленного консультирования дополнительно уже вне рамок профилактических мероприятий. И опять же, это путь для достижения тех самых показателей, заложенных национальных программ, так и повышения обращения пациентов с профилактической целью. Да, как говорится, лучше говорить с пациентом, лучше контролировать процесс изменения образа жизни, да, чем на выходе просто констатировать, что одноразовое профилактическое консультирование не приносит результат. Да, лучше провести два, три, четыре профилактических консультирования мотивационных, да, достичь определенного результата, чем через год или через три при проведении следующей специализации, да, констатировать факт, что вот три года назад проведенное однократное профилактическое консультирование не привело никаким результатам. Поэтому это, да, это очень важно. И опять же, о чем мы говорили только что, да, и не забывайте, что изменение образа жизни пациента потребует от вас долгосрочной поддержки. Собственно говоря, поэтому в том числе, что есть разработанные методики и в рамках порядков производительных консультирования рекомендуется проводить несколько раз для наших пациентов, да, для достижения целей. И самое важное, но не всегда, и самое важное, и тоже достижимое, да, это удостоверьтесь, что все ваши коллеги сообщают пациенту одинаковую информацию по изменению образа жизни. Это очень сложно, да, особенно в рамках больших медицинских организаций, да, в рамках крупных городов и, собственно говоря, с развитием сети интернет и вообще доступности информации. И, конечно, пациенты, конечно, всегда не получают информацию из всех источников, опять же, вот. А другой доктор мне сказал, что мне не надо снижать вес и что вот этот доктор сказал, что бросать курить в моем возрасте уже опасно. Вот. Главное, чтобы на самом деле все специалисты, с которыми общается пациент, да, они сильно имели единое мнение на проблемы по поводу изменения образа жизни, да. И это, опять же, работа уже структур медицинской профилактики медицинской организации с персоналом медицинской организации, да. И, опять же, применение мотивационного консультирования, да, для, собственно говоря, достижения целей, да, и продвижения идей, да, изменения образа нужных идей по изменению образа жизни среди сотрудников самой медицинской организации. Это тоже очень важный подход. Ну и в конце я хотел бы обсудить вот проблемы в доказательной базе по использованию техники по изменению поведения в привычной зене здравоохранения. Вот есть вопросы по оптимальным техникам, да, и есть дополнения. Какие вмешательства наиболее эффективны во время консультации? Как мы можем сделать технику по изменению поведения эффективной части лечебной профилактики достаточно времени, как подобрать подходы к каждому пациенту? Ну, наилучшая форма подачи консультирования, да, групповая или индивидуальная, очная или дистанционная, онлайн или оффлайн, лекция или интерактивная. Вот как на самом деле, это вопросы еще, ну, такие не решены, они обсуждаются, да, насколько, какие методы более эффективны при проведении привычного консультирования, мотивационного. Мы с вами разобрали вроде как пример такой индивидуального консультирования, но в принципе вполне возможно те же самые подходы, да, при групповом консультировании. Если только надо дать аудитории, то есть в роли второго партнера, да, не один пациент, да, а вот такое коллективное сознание пациента, да, в любом случае надо дать им выговорить, надо услышать аудиторию, да, и надо с аудиторией работать, да. Очная или дистанционная, ну, наверное, при проведении первого мотивационного консультирования второго, наверное, очная форма имеет больше, ну, более предпочтительно дистанционная. Ну, особенно с применением различных мобильных приложений, да, она удобна для поддержания мотивации пациента, да. Лекция или интерактивная? Ну, наверное, все-таки лекция, наверное, все-таки интерактивная, да, но лекция по мотивационному консультированию, ну, наверное, вот в том виде, в котором мы с вами, наверное, имеет место, да, для существования, право на существование. При общении с пациентом, конечно, необходим какой-то интерактив. Какова эффективность кратковременных вмешательств в сравнении с многократными, повторяющимися в течение некоторого времени? Ну, опять же, ответа четкого нет, но... Ну, все-таки, ну, тенденция к тому, что многократное консультирование более эффективно. Ну, насколько долго следует контролировать изменение поведения в отношении здоровья? Ну, до тех пор, пока не будет, на самом деле, наверное, до тех пор, пока не будет суммирована, ну, четкая новая модель, да, стойкая. То есть изменения будут необратимы. Но насколько долго, вот здесь для каждого пациента это индивидуально, для групп пациентов это индивидуально. А при групповых, при групповом консультировании, особенно когда удается сформировать такую стойкую группу, становится легче, времени надо требуется меньше, потому что уже сама звука начинает поддерживать изменения. Но в любом случае, до такого момента пока не будут сформированы четкие изменения. Кто должен быть инициатором изменения образа жизни? Врачи ли это общей практики, практикующая медсестра или представитель местных органов власти? Каковы обязанности самого пациента, врачи вообще практики для представителей власти, вот в этом, в инициативе? Ну, в общем-то, да все участники, у которых мы обознаем, в принципе, они все могут быть инициаторами изменений, да, потому что, в общем-то, мы с вами заботимся, по большому счету даже заботиться о здоровье наших пациентов. Пациенты сами тоже должны о себе заботиться, но при этом местные органы власти тоже, конечно, заинтересованы в более здоровом населении. Ну, все здесь заинтересованные лица. Когда медицинские работники должны проходить тренинг по стимуляции к изменению поведения и отношению к здоровью? Ну, вот, понятно, что, естественно, тренинги по стимуляции, по мотивированию, по изменению поведения и отношению к здоровью, конечно, надо закладывать еще в образовательных учреждениях, в рамках, наверное, наставничества сразу. Если наши молодые коллеги еще не успели, скажем так, впитать эти навыки. Как организовать обучение навыкам общения? Очень сложный вопрос, но в том числе вот при таких наших семинарах, в принципе, много семинаров проходит по мотивационному консультированию. Не обязательно медицинские, просто при определенном, скажем так, при определенной готовности к пониманию, да, проблем, в принципе, можно пользоваться любыми тренингами по мотивационному консультированию инструмента, одни и те же. А дальше, собственно говоря, для своей работы уже можно, скажем так, в несколько виде изменять эти подходы. Каким образом подходы могут быть адаптированы к различным культурным особенностям? Да, действительно, мы всегда об этом говорили, говорим и будем говорить. Когда выезжаем в субъекты, никто лучше врача, работающего с конкретным населением, на конкретном участке, не знает ни традиций, ни культуры этого населения, никто лучше не знает. Поэтому советовать здесь, как адаптировать подходы к различным культурным особенностям, очень сложно. На самом деле, это на усмотрение самого специалиста, но, опять же, основные, в принципе, идеи стоит все-таки оставлять непоклименты. А какие приложения для смартфонов могут изменить поведение в отношении здоровья? Ну, сейчас таких приложений достаточно много. Далеко. Ну, основная масса их не всегда разработана в сотрудничестве или в согласии с медицинскими специалистами. Но в последнее время появилась все-таки такая тенденция, что разработчики мобильных приложений, в том числе по отказу от курения, по снижению массы тела, в принципе, по оздоровлению питания, да, они стали обращаться за поддержкой, методической поддержкой к специалистам, в том числе, в наш центр. Да, и я надеюсь, что в ближайшее время должны появиться мобильные приложения, отобранные и согласованные с профессиональностью общества. Коллеги, вот на этом, наверное, мы закончим. Спасибо большое. До свидания. Было очень приятно с вами общаться. Надеюсь, что наша лекция пригодится для мотивации ваших пациентов. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok